я сейчас нахожусь в литве как тебя зовут меня рустам приятно сейчас замена колес и погнали дальше все четко я только что влился уже в движуху сейчас будем снимать обзор на белую ту 30 ребятки всем привет я сейчас нахожусь в литве я думаю ни для кого не секрет но те кто не знал я занимаюсь пригодом автомобилей из европы уже на протяжении многих лет поэтому если вам требуется помощь там растаможки в пригоне и так далее то все мои контакты в описании а теперь давайте ближе к делу в общем хожу работаю по рынку выбираю машины подбираю и так далее слышу где-то ревут бмв моторы или и свистит резина соответственно дрифт и сейчас вот бегу снимать для вас контент не знаю как пойдет дальше но надеюсь сейчас познакомимся вольёмся в движуху и все будет четко чтобы вы понимали сейчас едет на 46 девочка сейчас меня конечно отсюда выгонят но я для вас сниму тут нельзя находиться итак хочу посоветовать вам интернет-магазин в прикол ком юэй каждый кто зарегистрируется на этом сайте получит скидку 5 процентов абсолютно на любую продукцию там очень много различных приколов я думаю каждый из вас найдет для себя что-то новое и полезное поэтому переходим по ссылочке регистрируемся и покупаем всем удачи на самом деле очень круто когда встречаешь вообще совершенно в другом государстве ребят которые тоже болеют этими движениями но на более безопасном уровне потому что тут государство подумал чтобы выделить ребятам площадку и они катались оставили им вот бетонные блоки площадка на самом деле больше чем у нас в запорожье то которое мы катаемся вот в кармашке на трассе сейчас будем беседовать по поводу этих машин я так понимаю ты владелец до автомобиля как тебя зовут меня рустам приятно так ребятки у нас все четко я только что влился уже в движуху познакомился с пацанами пообщались сейчас будем снимать обзор на белую ту 30 очку бмв владелец более подробно все разумеется расскажет и а затем покажу вам и салона вид ну то есть как мы будем кататься и парные заезды там будут и снаружи поснимай короче сейчас будет все весело я удачно сегодня зашел на рынок поэтому будет веселье он здесь это игорь отлично принял вообще как как себе как себе в семью ну давай поговорим по поводу твоей машины какая конфигурация старая разбитая 30 пока что еще надежная мотор м62 4.4 м62 б 44 т.у. да все просто старый добрый 4 и 4 в 8 коробка дизельная трехлитровая из 39 вот двойное сцепление у меня с двойным дискатором вот на керамике подвеска передняя нашего литовского производителя и rb многие уже слышали про него стойки я даже не помню честно говоря четыре года назад их покупал какие-то японские вот сзади 39 мост тоже с рычагами rb для регулировки развала и исхождения практически вся металлическая перед тока его стекловолокно я не знаю что больше рассказать перед стекловолокно стекла тоже пластиковые ну все как обычно по стандарту пор стекло скорее всего капотца стекловолокна а ты не взвешивал автомобиль какой вес у него не знаю сколько весит не как развесовка понятия как есть так сделал и катает а без собственного производства нет это поляки делают не кинка project называется они цена у них доступна и качество качество тоже неплохое только мужа три года так он же весь разбит и уже надо новый уж ну потому что машина боевая в принципе она никогда не экономил на собираюсь но ты говоришь что будешь сейчас приводить в порядок да вне скорее всего внешку и все остальное потому что стыдно уже это ладно это у вас есть слово корч употребляйте слово корч ну да но нет не так но у нас есть как у вас описывается такая вот машина во время это боевая ковиня до ковиня боевая подангас какие у тебя подангас это литовская по литовски резина это китайский 70 лет сейчас максис стоит вообще мы ездим и на веслейки на соревнованиях на сухом асфальте на веслейки еду чаще всего а сейчас он попробовал наварку для дождя именно тоже поляки делают очень доволен остался очень и цена ты говоришь тоже там покатался выкинул но не дешевые это все удовольствие я миллион раз говорил садану и все на пыль вы видишь в основном тут кому шок у нас живу ли по 1 лет у нас очень доступная видишь например ну конечно шоу вас там стоит эти тридцать шестая до шестая сейчас можно для скрыть лиги подготовиться пару тысяч евро и она будет конкурентоспособна и можно ехать на ней вообще без проблем вот а у нас забываю такую отвали потом на тюнинг на все остальное тоже потрать и это но выходит большую копеечку а какой общий бюджет твоей машины примерно точно не знаю но я уже 10000 перестал считать 13 15 что-то так вот но это да это нормально это с учетом того что цены в принципе же говорю на эти машины двигатель лег пошел купил да на свалке какой-то другой воткнул по салону в салоне вот у нас в салоне ручник и переключатель тоже от рп до вас у меня тоже стоит педальный узел как педал бокс это что за педальный узел не знаю оба п написано на нем мне его подарили это тоже у вас все и рп вот это делает вот это да это и рп короче прикольные такие короткоходная кулиса этот гидроручник с кнопочкой такой чтобы заднюю тут можешь ограничить чтобы не включилась задняя и пятое ты работаешь только на первых четырех из надо заднюю нажимаешь кнопку для двигаться да и дает регулятор тормозных усилий да да это чтобы на тормозе ехать торпеда такая это тоже дальше самоделка со стекловолокна до для снижения веса масло и топлива и все давление масла и топлива и уровень топлива бак у тебя заправляется в том стекле до половина оригинального бака стоит под машиной эти ковши да это обязательно у нас ковши ремни все настоящее вот обязательно должно быть омологировать обязательно потом огнетушитель тоже обязательно должен быть в машине но в принципе я не знаю что еще вот эта панель тумблеров это моя ручная работа за что они все отвечают но масса размыкатель массы понятно это дворники это поворотники это зажигание это усилитель руля это не включено не знаю усилитель руля тут электро стоит и от опеля усилитель руля стоит вот руль на быстросъеме да и весь за каркашиной вся за каркаши на я машина полностью каркас кто у вас делает тоже я не помню кто но это в литве у нас тоже парни сделали в принципе очень доволен так все классно подвели это это сегодня боевые ранения сегодня до ударил так вот так заправляется дар на сопливо все четко на расширении она настолько широко из-за того что 39 задняя подвеска на заварке до дифференциал заварена 346 сейчас у меня 346 6 или 300 323 я пользую если побыстрее трасса сейчас уже не разрешают у нас в литве модифицировать на 30 ну неважно на какой мост не разрешают модифицировать крепление узлов к кузову поэтому уже такие машины которые решили так что которые уже были сделаны по моему до семнадцатого года то те остаются в общем они остаются легальными можно на них ехать соревнования новые уже такие проекты уже не разрешают делать я насколько понял ты чемпион до прошлого года нет я последние два года очень мало ехал я в прошлом году ехал два соревнования первое и третье место занял а в восемнадцатом году я в семнадцатом восемнадцатом году много ехал и сильно старался ехать да я в восемнадцатом году выиграл до сезон средний средний полупро а в этом году ты хочешь про ли не доехать а я пару собираюсь в ролике пару соревнований на медленных трассах прокатиться поэтому вот приехал потренироваться немножко в общем и в следующем году есть планы опять бахнуть полный сезон и сразу поймал еще один экземплярчик сейчас тоже в двух словах быстро расскажем по поводу этой 30 это 36 компакт а это практически стандартная машина с минимальным минимальным выбором спереди они сами я думаю наверное там заварили в общем выбор от кусочки пильнули завода и по большому счету я думаю тут вообще ничего не делала только спойлер красивый а спойлер тоже самодельная работа из фанеры наверно да точно да но он пока видишь не разбитый это только в этом году начал начал кататься только тренируется еще его стукать вот учиться пацан молодец тоже перспективный она на б-28 моторе а это бы 28 но тут до такой площадке тоже хватает его силы нормально но и она сама по себе компактная легкая в принципе папа по подвеске по задней все обычная стандарт скорее всего может быть какие-то стойки не совсем стандартный может что-то пока и вы можете да может быть серьезного нет у тебя же машина тоже на кайлах кстати на кайловеров тут машина едет до наша родная марангони помню такую резину но это ж марангони она вечно трескается есть у нее да такая проблема такая в гараже лежала по салону тут тоже обязательны обязательный огнетушитель гидроручник все как обычно в принципе и руль все с выносом я имею ввиду руль то понятно что он тут есть все выкинуто салона облегчено и хлопец катается очень даже и неплохо будет парный заезд с этой машины и говорит проедемся в парном заезде все хватит разговоров поехали и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Чтобы дождь тяжелее, да? Да, я умею, но не люблю ехать по бокам. Потому что не так чувствуешь машину. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Прогрели резинку, сейчас на прогретой поедем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот такая Сейчас будем ставить вот эту И сравнивать, какая резина по мокрому едет лучше Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот это поворот Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok